Сегодня в мире Майнкрафта я добавил новые супер предметы. У каждого предмета есть свой уровень и по мере его улучшения у него будут открываться новые способности и безумные эффекты. От обычной деревянной кирки до кирки, способной разрушить целый мир. Звучит, если честно, опасно как-то. Но смогу ли я улучшить все предметы? Смотрите до конца и вы все узнаете. Но мне бы сначала понять, а какие предметы я вообще могу улучшить? Для этого нам с вами потребуется хотя бы верстачок. Так что добываем бревно свое первое. Верстак готов и давайте все-таки смотреть. И я уже вижу, что мы с вами можем сделать. Летающая мотыга, взрывная кирка, меч умножения, лук телепортации, лечащая лопата и даже MLG топор. Нифига себе! Ну звучит это все как-то хайпово. Теперь мне надо бы понять, а что здесь делается легче всего? И самое простое, наверное, это пока что летающая мотыга. Для ее создания нам потребуется всего лишь две палки, а также два перышка. И я уже слышу курочку. Кажись, я знаю, кому сейчас хана будет. Тапор готов? Отлично! И как раз эти две палки сохраняем для того, чтобы мы могли с вами сделать летающую мотыгу. Курочка, отдавай перо! Нифига себе, она увернулась! И, конечно же, ничего мы с вами не получили. Так, а может где-нибудь еще тогда они спрятались? Я же слышал, здесь было несколько курочек. Куда они все подевались-то? Вот, вот, я вижу еще одна. Эх, тоже нету. Как-то не очень хорошо идет. Я думал, будет намного-намного легче сделать этот предмет, а оказывается, капец, как сложно. Нам вообще перышки не упадают. Ладно, тогда побежали, будем где-нибудь еще искать их. Но, кажется, это явно не для нас. Тут вообще ничего не вижу. Максим, вон там вот волк стоит и больше никого. Надо забраться повыше и посмотреть вообще, что где находится. Может, рядом вообще деревня есть? Там ничего, там ничего. А где чего? Там ничего. И, конечно же, вокруг бегают другие мобы, но не те, которые мне нужны. Вот это уже реальное издевательство какое-то. Ну, давай, хотя бы одна. Может, я семечки лучше возьму еще? Вдруг сработает, и я смогу их хотя бы приманить. Все, ходим. Деревня. Хм, ладно. И тут даже есть снопы сена. Так, мне 100% теперь нужно сделать себе летающую мотыгу. О, кузница. Может, тоже тогда что-нибудь полезное попадется мне сейчас? И нет. Только хлеб, и яблоко, и броня. Ну, такое себе могло быть и лучше. Жители, давайте, выдавайте всех своих куриц. У вас здесь вообще, что ли, никого нету? Ё-моё, а чё так плохо-то? Ага. Сюда. Наконец-то. О, всё, выпало. Выпало, наконец-то. Спустя целых четыре курочки, я хотя бы получил перышки. Всё, начинаем крафтить. И крафт у нас выглядит вот таким образом. Летающая мотыга. И никакого у неё описания нету. Так, это плохо. Может, нужно что-то сломать? Да, вроде как нет. Может, у нас прочность сломается? Да, прочность сломается, но добываем мы очень быстро. Ладно, пока мы не поняли с вами, какие у неё способности. Где-то здесь зомби. Пока не поняли, какие у неё способности, да, будем тогда снопы сена. Надеюсь, мотыга не сломается прям очень-очень быстро. Опа, всё, еда у меня есть, можно уходить. Хотя нет, тут ещё осталось. Не, ну я не могу уйти просто так без огромного количества хлеба. Но теперь давайте думать, а какие у неё всё-таки способности? Судя по названию, летающая мотыга, мы с вами можем каким-то образом летать. Либо что-то заставлять летать. Так, может нажать ПКМ? Да, вроде... Чё? Э! О, а куда мотыга-то? Пропало? Чего? А, я... Летаю. Нифига себе. Стоп, это какой-то временный предмет. Я думал, я навсегда останусь летающим. А оказывается, нам давалось ограниченное количество времени. Ладно, я понял вас. Похоже, пёрышек мне придётся побольше сейчас собрать. В будущем, возможно, потребуется. Но мотыга сама по себе прям очень-очень полезна. Мало того, что она добывает очень быстро, даёт способность летать. Так ещё и супер прочная. Правда, за один полёт я её полностью сломал, но какая разница? Извините, курочки, но пёрышки мне точно нужны. Всё, девяти штучек мне хватит. Ну а какие предметы я могу сделать дальше? Взрывная кирка. Для неё нам потребуется один динамит, а также два железных слитка и две палочки. Меч умножения. Это изумруд-палка, а также раздачник. Лук телепортации. MLG топор. Лечащая лопата. Блин, а пока что даже непонятно, а что нам легче-то сего сделать? Наверное, самое простое это будет взрывная кирка. Для неё нам не так уж много ресурсов нужно. Одно я знаю точно, что нам с вами придётся найти пустынную пирамиду. Для того, чтобы уже добыть себе ТНТ. Но также нам нужно и железо. Железо я здесь вижу. Ох, походу опять работать придётся. Но для начала сделаем себе хотя бы каменные инструменты. И железа мне, кстати, потребуется как можно больше. Потому что нам ещё нужно будет железо использовать. Для того, чтобы сделать себе целых три ведра воды. И использовать их для создания MLG топора. В общем, как выясняется, реально работы очень много теперь. Делаем себе каменные инструменты. Делаем себе сразу печку. Всё, теперь можно жить. Тут может где-нибудь ещё тогда валяется железо. Да, железо здесь есть. И тут тупик. Да. Везёт мне что-то на тупики в последнее время. А кстати, а почему нам реально прямо сейчас тогда не сделать себе этот MLG топор? У нас же все с вами ресурсы для этого есть. Только нужно теперь где-то найти воду. Мгм. А где же вода? Ладно, может быть в шахте хотя бы найду её. Делаем себе три ведёрка и погнали набирать водичку. MLG топор. Звучит довольно-таки интересно. Но в то же время и очень-очень опасно. Мне даже интересно, на что же он всё-таки будет способен. Из того, что ведро воды, плюс называется он MLG топор, скорее всего он сможет нас как-то спасать от падения. Хотя, если честно, я не уверен. Так, нужно всё это дело проверить. Добываем бревно. А добываем он достаточно быстро, кстати. Ладно, да, будем себе сразу побольше тогда. Всё добыто. И как же это работает? Давайте пробуем что-нибудь. Нажимаем, нажимаем и ничего не происходит. Может мы с вами как-то поменьше урона получаем или нет? Ну-ка, спрыгиваем с высоты и ничего не происходит. А если мы попробуем нажать... А как это работает? Стоп. Вообще непонятно. Эй, овечка, может проверишь, а? Чё? Подождите, что? Они просто улетают вверх? Ам... Ну, неплохо так. Стоп. То есть этот MLG-топор заставляет их просто подлетать в небо? И что вообще должно дальше происходить? Они, блин, не выживают даже. А, во, выжил. Ну-ка, давай приземляйся, свинюшка. А, я думал, хотя бы вода под тобой появится. Ну ладно. Походу, всё это не так работает. Но сам по себе топор просто шикарный. Он наносит приличное количество урона и плюс отправляет наших врагов, а также всех мобов вверх. А из-за действия силы притяжения, что они делают? Правильно? Они разбиваются. И таким образом мы с вами можем победить кого угодно. Мне даже будет интересно посмотреть, как этот топор будет справляться с теми же самыми ифритами. Мне кажется, там должно быть что-то очень мощное. А тем временем сделаем себе уже железную кирку. И, кстати, топоры мне, получается, больше не нужны. Деревянные инструменты и каменные тоже. Всё, оставляем вот такой наборчик себе и будет отлично. Но надо не забывать то, что у нас с вами есть и другая цель. Нам ещё нужно будет с вами в пустынную пирамиду отправиться. И каким-то образом сделать себе раздатчик. Ой, ой-ой-ой, 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 тихо-тихо-тихо, ребят. Так, давайте-ка без этого. Крипер, взрывайся. Крипер, давай, давай, давай. О, молодец! Сразу от огромного количества врагов избавились. Опа, отдавайте. Фу, это было жарко. Зато целых семь стрел получили. Шестой уровень. Вообще замечательно. Так, железо мне отдавайте. Железо мне ещё пригодится. Я сейчас смотрю на все инструменты, которые мы с вами сделали. Это MLG-топор. Летающая мотыга. И с железной киркой теперь как-то становится максимально грустно. Да, надо её заменить. Надо срочно её заменить. Отправляемся в пустынную пирамиду. Кстати, а порох... Порох не выпал. Так могли вы сами сделать его. One hour later. Да где, блин, эта пустыня-то? Да давай. О, всё, нашли. Нашли, отлично. Теперь остаётся самое сложное. Это найти пустынную пирамиду. Пирамиду. Ладно, мы даже самое сложное только что выполнили очень быстро. Вот это я называю грамотное везение. Правда, теперь ещё и бежать надо. Блин, так хочется просто взять и сделать ещё одну летающую мотыгу. И быстренько долететь до этой пирамиды. Но нельзя. Нужно всё это дело отложить на будущее. Потому что вдруг пригодится. Пирамида, здравствуйте. Я надеюсь, у тебя есть алмазики. Ну, тихо. О, порох. Забираем тинти. И что у нас в сундуках валяется? Ещё железо. Кости, нитки. Кстати, нитки мы с вами возьмём. Я забыл про то, что они мне тоже пригодятся. Ещё больше пороха. О, всё, нитки есть. И даже чернейская книга на подводник. Но, окей, она мне всё равно не нужна. Оставьте её себе. А я пойду делать себе новую кирку. Только вот блоков-то мне хватит? Хватит. И как же эта кирка делается? А, делается она очень-очень просто. Забираем. Взрывная кирка. Звучит достаточно опасно, но проверить я это дело хочу. Ну-ка, проверяем. А, мы даже с вами урон не получаем. Вот это вот хорошо. Вы посмотрите, как мы с вами разрушаем эту пустынную пирамиду. Буквально за считанные секунды. И я добыл бы сейчас очень-очень много мусора. Это мне не надо. Оставьте это себе где-нибудь. Вот с такой киркой уже можно спокойно отправляться в шахту. Мне кажется, я так железо добуду очень-очень быстро. И золото добуду, и алмазы добуду. Стоп, мне же ещё и изумруды нужны. Да. Надо будет тогда поторговаться в деревне. Хотя, если мне повезёт, то я смогу найти где-нибудь изумруды в шахте. Будет вообще отлично. Здравствуйте. О, а тут занято, я смотрю. А, мы урон не наносим. Нет, нет, нет. Ух, это было опасно. Э, а где... А где шахта? А, вот она. Она просто спряталась. Ну ладно. А, не-не-не-не-не-не. Ещё криперы. Да идите в попу отсюда. Ещё и железо сломал мне. Нет, нет, нет. Ладно. Походу, нам нужна с вами хотя бы какая-то броня. Там было столько криперов, это просто капец какой-то. Так, я же не забыл нигде свой верстак. Я верстак свой не забыл. Раз уж у меня целых 33 железной руды, то мне кажется, можно сделать ещё и побольше себе тогда печек. О, трёх штучек хватит. А, теперь просто закидываем и всё это дело переплавляем. И надо бы ещё раз изучить все крафты. Что мне будет сделать проще всего? Меч умножения, но... Я бы не сказал, что это очень легко. Нужен целый изумруд, а также раздатчик. А честно, как раздатчик делается, я не помню. Лук телепортации. Ну, кстати, всё у меня для этого есть, только эндер-жемчуга не хватает. Лечащая лопата, нужно золотое яблоко. В общем, всё как-то очень жёстко. Надо бы, наверное, хотя бы ради приличия посмотреть, как крафтится раздатчик, да? Ну, я тоже так считаю. Я только что посмотрел, как он крафтится, и могу сказать одно. Зря я добыл всего лишь три нитки. Надо было гораздо больше. Кстати, а взрывная кирка не сломает ничего здесь? Нет, не сломает. Хотя... Чего? Подождите, а откуда у меня лук вообще? Похоже, с одного из скелетов мне всё-таки выпал лук. И подождите, а мы можем с вами напрям... Ммм... Блин. А редстоуна-то не хватает тоже. Сколько разочарований! Я только обрадовался, и сразу опустились в небесную землю. Спасибо, конечно, но не надо больше так делать. Кстати, раз уж мы с вами опять на поверхности сейчас находимся, может быть, тогда и деревню найти, сразу найти изумруды себе? По идее, у меня есть всё для того, чтобы получить сразу очень-очень много изумрудов. Смекалка, находчивость и высокий интеллект. Недавно проходил тест на IQ. 54 показала. Мгм... Я мощный. Ещё одна деревня, отлично! Сейчас поторгуемся тогда с жителями. Жители, ждите меня. А, это заброшенная деревня. Ладно, ладно. Хотя, стоп, подождите, это же мне на руку сейчас! Там есть паутина, там есть нитки. Смогу тогда сделать себе что? Правильно, лук. А, стоп. А, так нитки не выпадают. Ладно, придётся с помощью меча тогда всё сделать. Кстати, а что у вас вообще, ребята, есть? Есть у вас плавильня, я её заберу. Здесь ничего. Может быть, что-нибудь здесь? Да, здесь есть сундучок. И ещё яблочки забираем. Может, в каком-нибудь сундуке хотя бы изумруды валяются? Здорово! Ну, так не может быть, чтобы прям вот настолько пустая деревня была. Ой, там кто-то умер. Может, тогда в этом сундуке? Да, есть изумруд. И заберём, на всякий случай, сразу побольше, а то вдруг там чё-то не так будет работать. Всё, у нас с вами всё есть. Только не хватает всего лишь редстоуна. Придётся редстоун тогда ещё добывать. Ну, а для начала я лучше сделаю себе броню перед тем, как отправляться в шахту. А то мне уже хватило этого печального опыта. Я сделал лишнее, ну ладно. Будет более целое тогда. А то у меня за сегодня уже есть один печальный опыт, как я в шахту отправился. Мне не очень понравилось. Но перед этим я добуду ниточки. Ну, так, на всякий случай. Аккуратно спускаемся. Больно. О, заброшенная шахта. Вот сюда нам надо. Если сейчас повезёт, то я хотя бы смогу найти сундучок. И может быть в нём будет золотое яблоко. А вообще, на всякий случай, мне просто золото бы сейчас добыть. О, спасибо за золото. Добудется? Добудется. А, нет, там вода сверху была. Вот это была плохая идея. И всего лишь одна золотая руда. Серьёзно? А где ещё, я не понял. Там же сразу несколько было. А вот четыре. Давайте ещё четыре штучки, и я буду максимально доволен. Спасибо. Э, прикольно. Нет. Семь штучек. О, стоп! Редстоун! Редстоун, редстоун, добываем. Сюда! Э, 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 давай сюда, давай сюда, давай ко мне. Наконец-то мы с вами можем ещё один крафт сделать. Но сначала нам с вами нужно сделать раздатчик. Лук посерединке, редстоуновая пыль снизу. Обкладываем булыжником, и да, раздатчик получается. И теперь крафт вот такой. Раздатчик сверху, изумруд посередине, палку снизу. И у нас у меня получается меч умножения. Эм, как-то работает. Мне бы моба какого-нибудь тогда встретить для умножения. Ну-ка, кто-нибудь, хотя бы кто-нибудь. О, крипер. Не, крипер далековато как-то. Ух, ё-моё. Так, давайте-ка не будем сюда подходить. Чего? Они реально множатся? О, ни фига си опыта, конечно. Они реально умножаются. Чего? Эм, я, конечно, не думал, что так всё будет происходить. Но это выглядит просто шикарно. О, так, стоп, эндермен, эндермен. А, эндермен, здорово. Так, ребят, ребят, я что-то переборщил. Тихо, во, в воду вы не попадёте. А, вы и сюда не попадёте. Нормально, тогда просто умножаем их. По идее, сейчас нам может выпасть огромное количество эндерперлов. Так, есть один, есть два, три. Давай, давай ещё. Четыре. Эм, а сколько я уже? Восемь штучек получил. А эндерменов меньше не становится. Похоже, я только что придумал бесконечную формилку эндерперлов. Э, отдавайте, отдавайте. Всё, у нас уже огромное количество. Тихо, тихо, ребята, давайте-ка там не издавайте никаких страшных звуков. Я вас не боюсь. Сейчас я от всего лишнего избавлюсь, и вам точно хана. И при этом у нас меч-то толком не ломается. Ух, давайте-ка я, наверное, закончу, а то у меня эндержемчуков-то практически три стака. Хотя, ладно, давайте ещё немножко подфармим, я опыт люблю. Итого у нас целых три стака. Не, ну нормально. И опыта при этом так прилично. Всё, ребят, извините, что я вас так побеспокоил. Я пойду, пожалуй, отсюда. А то у вас когда слишком много... О, ещё и золотой сли... Нам ровно хватает, нам ровно хватает! Сейчас мы с вами сможем сделать тогда ещё один крутой предмет. Загидываем уголёчек и всё. Ух, остаётся только ждать, пока всё приготовится. Нет, ну вот этот меч, он просто шикарный. А? Чё? Вот оно ещё как работает, нифига себе! Стоп, стоп, стоп! Я знаю, что мы теперь с вами должны сделать. Мы с вами должны найти алмазы. Я понял, как это всё дело работает. Меч умножения умножает не только мобов, на которых мы нападаем. Он умножает также блоки, которые мы сами добываем этим мечом. А это бесконечная фармилка, как опыта, так и ресурсов. Так, давай-ка, золото, побыстрее переплавляйся. Я побыстрее хочу алмазы найти уже. Вот вроде как у меня уже всё переплавилось, а тут печки до сих пор работают. Странно, конечно. Ну ладно. Мы прямо сейчас с вами можем уже сделать себе золотое яблоко. Ну а я, пожалуй, сейчас воспользуюсь кое-чем другим. Мне бы найти сейчас алмазы и попробовать их размножить. Так, а тут есть? Тут нету. Ненавижу тут пробираться. Опасно слишком. Здравствуй. Здравствуйте. Ладно, здесь есть алмазы. Здесь есть алмазы. Так, теперь добываем их и всё. Они появляются абсолютно везде. Так, нам много с вами не потребуется. Девяти штучек, я думаю, нам хватит. А почему девять, сейчас объясню. Если умножение блоков работает абсолютно на всех блоках, то нам будет достаточно всего лишь девять алмазов, чтобы сделать себе алмазный блок. Который мы с вами в дальнейшем уже сможем нормально так размножить. Какой дурак. И я только сейчас понял то, что нам хватает абсолютно на все предметы. Нам нужно с вами сделать исцеляющую лопату, поэтому делаем себе золотое яблоко. И всё. Все нужные ресурсы для создания лечащей лопаты у нас с вами есть. Забираем. А теперь самое важное. Делаем себе лук. И берём наш эндер-жемчуг. Ставим его посерединке. И у нас с вами получается лук телепортации. Так, давайте всё это дело тогда проверять. Первое, что пойдёт в дело, это исцеляющая лопата. Да ничего вроде как не происходит. Хотя подождите, а если я прямо сейчас тогда урон начну получать? И у меня будет очень мало хп. Надо проверить. Всё, сидим. Вот, думаю, такого количества хп мне хватит. И теперь как-то работает. Мы вскапываем и ничего не происходит. А если мы с вами добываем, то мы с вами исцеляемся. Нифига себе. Ага, понятно, как это дело работает. Похоже, мне теперь придётся таскать огромное количество земли с собой в инвентаре. Вдруг нам придётся с вами как-то отхилиться. А чё, звучит как план? Конечно. Ну и, конечно же, проверяем лук телепортации. Ну-ка, стреляем и... Ааа. Мы с вами мало того, что уничтожаем цель, так ещё и мы с вами телепортируемся. Куда стрела попала? Ну-ка. Да. Слушайте, а вот это прям хорошо. Мне это нравится. Только мне бы теперь стрелы себе каким-то образом получить. И я, кажется, знаю, как мы с вами это сделаем. Я не знаю, будет ли это всё дело работать на спектральных стрелах. Поэтому берём себе стол лучника. И теперь нужно будет найти обычную деревню. Сделать кого-нибудь лучником и начать с ним торговаться. Это самое простое, что мы с вами можем сделать сейчас. Не отправляться же в шахту за золотом. Вот я не хочу, например. Но мы пока что в деревню не побежим. Ведь у нас есть с вами алмазики, которые мы сейчас с вами можем воспользоваться для создания алмазного блока. Ставим его куда-нибудь сюда. И начинаем добывать его мечом умножения. И посмотрите, сколько здесь алмазных блоков теперь. Стоп. А я смогу так добыть? Да. Даже не пришлось времени тратить. Поэтому делаем себе броню сейчас. И я даже не знаю, а нам нужно вообще на что-то ещё тратиться? Ну давайте на всякий случай, наверное, сделаем себе алмазную кирку. Ну так. Пусть будет про запас. От железной избавляемся. И по сути, мне больше алмазов вообще не нужны. Всё, можем от них избавляться. Всё. Теперь можно спокойно искать деревню. А это пусть останется как какая-то достопримечательность. Ну или же арт-объект. Деревня. И кстати, там есть кузница. Ну-ка, полетели туда. И что, если у тебя вообще есть? А, ничего полезного. Ну я пришёл сюда не за какой-то кузницей. Зачем она мне? Мне нужно, чтобы появился лучник. Хотя бы один. Эй, ребята, кто хочет поработать? Давай, вот бежит, бежит. Давай, устраивайся на работу. И нет. Слушай, а может ты хотя бы тогда? Эй. Ну свали ты отсюда уже. Ну ты можешь пройти нормально. Всё, ты бежишь? А, нет. Он устроился на другую работу. Вот глупый. Так, слушай, давай-ка ты, увольняйся с этой работы. Для тебя есть кое-что новенькое. Столучника, давай остановись. Молодец. И, пожалуйста, пусть изумруды... Эээ, нет. Ну, конечно. Как мне могло ещё повезти? Кроме как никак. Ладно, может будет у нас с вами какой-то способ ещё получить изумруды? Ай. Вот это больно было. Слушай, устроишься на работу, а? Эээ, похоже нет. А, не устроился. И он обменивает пшеницу на изумруды. Спасибо. Пришло время, наконец-то, сделать ещё и летающую мотыгу. Всё, добываем все эти снопы. Сейчас главное заработать прям очень-очень много изумрудов, чтобы у нас с вами сразу же было огромное количество стрел. В противном случае, когда будет проблемно... Вы же... Я за тебя активировал мотыгу. Слушай, может, ты ещё что-нибудь обмениваешь? Эээ, тыквы на изумруды? Но это точно мне не подойдёт. И больше здесь даже нету снопов сена. Да ё-моё. Хотя, стоп, есть. Мне нужны все твои изумруды. Отдавай их. Эээ, всё, больше не хватает. Хотя 16 изумрудов мне должно хватить на огромное количество стрел. А где, кстати, лучник мой? Куда-то опять он пропал. Эээ, искать надо. Ты же сможешь мне дать столько стрел? Похоже, нет. Всё, у нас с вами закончились трейды. Кстати, а что ты ещё обмениваешь? На фигню какую-то. Хотя, подождите, а давайте на всякий случай возьмём один лук. Потому что фиг его знает. Вдруг пригодится ещё. И, по сути, нам уже с вами хватает абсолютно на всё. Остаётся только построить все порталы. И можем спокойно отправляться в Незер. Так что водичку я забираю у вас. Причём всю забираю. Всё, готово. Теперь просто активируем портал. А, не, я не могу его активировать. Давай, вода, уходи отсюда. Портал готов. Остаётся только найти парочку эфритов. И сделать, мне кажется, это будет довольно-таки просто. Нет, будет очень даже сложно. Ладно, хотя бы я передвигаться могу довольно-таки нестандартным способом. Я ж не попаду в лаву. О, не попал в лаву даже. Вообще отлично. Покажитесь, где вы? Э, ребята. О, стоп. Где-то здесь. Стоп, они где-то здесь. Выше. Они выше находятся. Да, они выше. Тихо, тихо. А давай вот где-то не будешь меня поджигать, пожалуйста. Ух. Ё-моё, ё-моё. А, нет, быстрее просто добиваем их, добиваем. Мы с вами окажемся хотя бы в верхнем мире. Фу. О, да, в верхнем мире. И всего у нас... Чего? Эм, как-то маловато огненных стержней вышло. Ну, ну ладно. Похоже, надо ещё раз отправляться туда. Фигасия у вас, конечно, тут. Пожалуйста, пусть выпадают. Выпадают же мне стержни. Нет, всё, валим. Просто валим. Не-не-не-не-не. Я не выдержу, я не выдержу. Ааа, я не выдержал. Но сколько у нас всего? Девять огненных стержней. Отлично. Получается, нам абсолютно на всё теперь хватает. Всё, готово. Ну что, дракон? Куда мне? Э, а куда? А, вон туда. Тогда, получается, полетели. О, я уже думал, я попаду в лаву опять. О, ребят, я не понял. А что вы тут делаете? А ну-ка, пошли вон, пошли. А, не тем мечом, не тем мечом. Ааа. Нет, 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 нет. Просто портал, просто активируем, просто бежим отсюда. Да ну нафиг, как-то опасно слишком. О. Попаду, не попаду. Давай, попади, попади, попади. Аа. Близко было. Вот тут как раз кинам и пригодится обычный лук. Ну-ка, быстренько берём его, сносим все кристаллы. Давай. Давай. О, попал, наконец-то. Наверх попаду, наверх попаду. Э, а где? Стоп, а я не выстрелил, что ли? Ладно, тогда попробуем попасть нашей стрелой, пожалуйста. Ааа, нет, перелёт. Опять перелёт. Да ё-моё. Давай, давай, попадает. Да ё-моё. Это сложнее, чем кажется, если что. Так что не надо тут говорить. То что, капец, ты не можешь попасть даже. Вот сейчас смотрите. Попал. С первого раза. И теперь кристаллы будет хотя бы немножко попроще уничтожать. Ну-ка давай, давай. Достану. Не достаю. А, это было больно. Да ё-моё. Тихо, тихо, тихо. Живём, 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 живём. Это как-то слишком опасно для меня. Мне, если честно, сейчас очень-очень страшно нападать на дракона нашего. Единственное, чем я смогу его бить, это мечом умножения. А меч умножения умножает как бы. Если здесь появятся два дракона, мне уже не сдобровать. Прёсся чисто стрелами их застреливать. Ну что, давайте проверять тогда. Ты же не будешь умножаться, дракон. Ну-ка, подставь голову свою. А, нет, не умножаются, отлично. Значит, теперь можно его спокойно брать и сбивать, и он даже ничего не сделает. Ладно, я думал, я смогу какой-то MLG трюк сделать, но не получилось. Не получилось, не фартануло. Но меч умножения хотя бы не умножает самого дракона. Я бы даже сказал наоборот, очень даже неплохо сносит ему хп. Главное суметь его сейчас забить за один заход, давай. Получай по голове. Не улетай, не улетай. Да не улетай ты. Ты думаешь, я сдамся, я не сдамся. У меня слишком много стрел, чтобы ты ушел целым. Вот это был хороший выстрел, мне понравилось. Давай уже приземляйся и отдавай все свои хп. Ладно, в принципе, такого количества опыта хватает. 68 уровень, неплохо же. И теперь просто прыгаем. Ладно, так не получилось, прется вот так. Всем спасибо за просмотр, пока. Пока.